Я должен сделать краткий обзор относительно того, что сейчас происходит Последние две недели я уже не слушаю аудио, я уже не собираю никакую информацию Потому что я абсолютно уверен, что того, что есть, уже достаточно И последние две недели я занимаюсь только оглаской В плане Ютуба, у основного фильма уже 57 тысяч просмотров, мне это очень радует Просмотры просто взрываются и в этом плане все замечательно Относительно взаимодействия со СМИ Канал «Россия-1» у меня получилось связаться с девушкой, которая сказала, что она действительно журналист И вроде бы они даже отправили съемочную группу в ОВД проспект Вернадского И даже вроде бы там снимали внутри и общались там с каким-то начальником Сотрудники полиции не могли им ничего внятно ответить, ничего внятно объяснить На фоне всего этого мерзавец участковый, вот этот Иванов Геннадий Петрович, ушел в отпуск Чтобы, видимо, как-то думать, что это переждать у него получится И, в принципе, там им не предоставили какой-то полезной информации Естественно, им не показали заявление, которое я писал Просто подтвердили информацию, что да, есть на УВД, действительно приходил, действительно писал заявление Все, ну и, в общем-то, они оставили какой-то журналистский там запрос И, ну, я уверен, что с этим запросом их просто протянут определенное время И в итоге продинамят И впоследствии я уже не могу до этой журналистки дозвониться Она меня морозит, не поднимает трубку А девушка, которая меня с ней связала, говорит, что она меня морозит Потому что с моего телефона ей звонят роботы Ну, короче, ладно, я даже не хочу об этом говорить Это что-то... Потом, значит, с канала НТВ тоже получилось связаться с девушкой, которая является журналисткой Тоже я предоставил ей необходимую информацию Но через день выясняется, что они не могут снять репортаж Потому что репортаж нельзя снять без главного героя А я вроде как в другой стране Ладно Первый канал сохраняет гробовое молчание То есть есть заявление в «Пусть говорят», есть заявление в «Человек и закон» Ну, обращение Причем не только от меня, но и от большого количества людей Первый канал не отвечает никому И это в некотором плане тоже ответ Относительно этого, я не могу сказать, что меня это как-то расстраивает Что я, в принципе, знал, что с вероятностью 50% российские каналы этого не пропустят Потому что история ведь о том, как сотрудники полиции, сотрудники прокуратуры занимаются заказными убийствами История... И это самая ужасная история Вот моя история, это самая ужасная история, которую я слышал Это что-то просто невероятное И я абсолютно был уверен, что с большой вероятностью первый канал такого не пропустят И, в принципе, я не ошибался От первого канала полное молчание Относительно вот таких крупных каналов нет пока никакой ясной информации Хотя не только я, но и множество людей оставляли туда много обращений Есть какие-то новости от новой газеты Кто-то написал в канал «Дождь» Но там тоже нет никакой определенности И пока со СМИ нет никакой определенности В принципе, меня это не сильно расстраивает Потому что я в любом случае знаю, как действовать дальше И даже если российские СМИ это будут замалчивать Я в любом случае знаю, как делать дальше Знаю, как действовать дальше Суть не в этом Суть в том, что моя история, которую я рассказывал Она ведь выдерживает проверку временем Кто бы что ни говорил Я помню, что снимал вот этот старый фильм Он еще есть на канале Это который идет 2 часа И я торопился снимать этот фильм И когда я его снимал, я был действительно в ужасном состоянии У меня было очень мало участков аудио И, в принципе, было мало действительно доказательств Но ведь сейчас я этот фильм переделал И нужно заметить, что все, что я говорил в прошлом фильме Оно выдержало проверку временем А именно, действительно караулили у подъезда Действительно было оплачено похищение и убийство Действительно в этом участвовал участковый Действительно в этом участвовал его заместитель Все это подтверждается И это очень важно заметить К тому же открылись даже более жуткие подробности О том, что действительно старуха и ее сын Действительно жрут людей Понимаете, я ведь Я не могу ничего с этим поделать И это то, что я слышу на аудио Это то, что действительно есть Можно что угодно говорить, что О, это нереально Но очень важно Вот если моя история, она о чем-то говорит То очень важно, чтобы ваше восприятие мира Оно было связано не с чьими-то словами А именно с реальностью То есть вы видите то, что есть И из этого делаете выводы Это очень важно Это именно то, что спасло мне жизнь И если я слышу на аудио, как они говорят о каннибализме И это действительно все объясняет Это объясняет их поведение И это то, что я слышу Это то, что нельзя игнорировать И это действительно так И, в общем-то, российские СМИ Пока нет какого-то позитивного отклика То есть строится все на том, что у меня есть знакомый Кто-то обещает связать Ну и в итоге все сливаются То есть таких историй было, наверное, уже 25 или 30 Когда говорят, вот мы свяжем И в итоге, в принципе, ничего не происходит Но, в принципе, это снова ничего не меняет Относительно ФСБ и Следственного комитета Я первый раз из 50 Первый раз из 50 дозвонился в приемную ФСБ Это настоящий успех Я еще думал, а что если я собираюсь сообщить о бомбе То есть действительно я вижу где-то бомбу Я один раз из 50 звонил несколько месяцев Действительно, первый раз я дозвонился И мою информацию приняли к сведению Но сказали, что мы передадим начальству Но вы как бы особо ничего не ожидаете Потому что мы работаем по письменным заявлениям Я говорю, ну а как же мои обращения Что я в онлайн приемную оставлял много обращений Говорят, это не то Это не то И это тоже, это просто же какой-то маразм Это не имеет под собой никакого логического основания То есть якобы если я находился бы в Москве Пришел бы в приемную ФСБ И накалякал бы что-то вот это вот доручкой То разве это что-то бы изменило Разве стали бы из-за этого по-другому работать Это никуда не годится И Следственный комитет тоже принимает мои обращения Но тоже выдает мне какие-то отказы Мне пришла какая-то бумага из Следственного комитета Что мое обращение принято в отдел Следственного комитета По какой-то Свердловской области в Екатеринбурге И сейчас оно якобы направлено в МВД Вернацкого И если я буду недоволен Я могу его обжаловать в суде Екатеринбурга Хотя я жил в Москве, а сейчас в Финляндии Ну, это на самом деле никуда не годится Но опять же, то есть это ничего не меняет Смысл в том, что я вижу и я знаю Что у меня достаточно сил У меня достаточно информации И чтобы довести эту историю До справедливого логического конца Я не представляю, как можно быть такими гнилыми людьми Что такие ужасные ситуации замалчивают Ведь это не та история, которая получится замолчать И я просто клянусь, что этого не получится замолчать Понимаете? Это что-то, что останется со мной на всю жизнь Я не смогу с этим жить И я же слышу эти записи Я слышу, каким человеком является старуха Каким человеком является ее сын Я слышу, что они действительно собирались Рассматривали возможность убить мою мать Когда она приедет в Москву И мою жену хотели похитить, изнасиловать и убить И я все это слышу, и я прекрасно понимаю Что и участковый об этом знал И знал его помощник И это то, что, понимаете, это же просто разрывает меня изнутри Я бы обнял бы их всех и взорвался бы вместе с ними Я никогда не видел таких гнилых людей И это то, что не даст мне остановиться Ни при каких обстоятельствах Я считаю, что справедливое решение Это чтобы эти каннибалы-унтерменши Никогда больше никого не убили Чтобы они находились в клетке Им там самое место Я не считаю, что хотя бы один человек на свете Заслуживает такой смерти Быть сожженным старухой или ее сыном Если вы считаете, что да Значит, вы такой же человек, как они Я не считаю, что хотя бы один человек Заслуживает быть убитым Вот всей вот этой вот ОПГ Вот этими вот сотрудниками полиции и прокуратуры Которые, да, являются знакомыми вот этих вот людей И действительно, действительно Они занимаются заказными убийствами Все, что я хочу Это чтобы эти люди ответили по справедливости Чтобы они больше никогда никому не навредили И мне просто удивительно, что ни один сотрудник ФСБ Ни один сотрудник Следственного комитета Не связался ни со мной Ни с моей семьей, которая часть семьи осталась в Москве Всем наплевать Никто ничего не делает И я не знаю, может быть вы думаете, что Я устану и перестану что-то делать Вероятность этого равна чистому нулю Даже если у меня не останется денег Я продолжу делать то, что делаю И это вполне естественно Сейчас я не занимаюсь оппозиционной деятельностью В этом нет никакой политики Что бы вы ни смотрели И как бы вы это ни видели Единственное, что мне нужно Это справедливость Я не пытаюсь своим фильмом сказать, что Россия говно Я пытаюсь своим фильмом сказать, что говно произошло в России Но это говно можно исправить А именно пересажать людоедов в тюрьму И вместе с ними сотрудников полиции Которые были с ними заодно Ведь любой человек, который слышит записи в наушниках Понимает, что это действительно было Понимает, что я это не выдумываю И я не пытаюсь этим что-то Я же ни копейки с этого не зарабатываю Это то, что действительно было И для меня просто удивительно, что и ФСБ, и Следственный комитет сохраняет гробовое молчание Разве у вас нет достойных нормальных людей, которые посмотрели бы на это и могли бы как-то отреагировать Это просто противно, это омерзительно, это просто никуда не годится В любом случае, я продолжаю делать огласку У меня достаточно сил, у меня достаточно энергии Я должен сказать огромное спасибо всем людям, которые выражают мне поддержку Потому что действительно приходит огромное количество сообщений И в социальных сетях, и на почту И много людей отправляют эту историю и в новостные ленты Пытаются делать рассылку в СМИ И это замечательно, и это очень важно То, что я сейчас вижу, это настоящее гражданское общество И это то, что нужно делать, и делать не останавливаясь Я вижу, что действительно многие люди переживают И многие люди тоже не собираются оставлять это так, как есть Я хочу сказать вам огромное спасибо Я не обманываю и не буду ничего укрывать На данный момент нет никакой определенности Официальные телеканалы морозятся Морозится ФСБ, морозится Следственный комитет Ну, в общем-то, на самом деле это ничего не меняет Я абсолютно уверен, что лишь проявив должное усердие Можно добиться справедливости Всем спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok